Горняк всегда был для Арестана неудобным соперником, что и подтвердил матч открытия чемпионата республики в Ледовом дворце спорта Тимиртау. Начали львы неплохо. Артем Игнатенко распечатал ворота голкипера гостей Алексея Герова на второй минуте матча. Усилиями Гаврилова горняки смогли сравнять Падзана из первого периода. Во втором периоде опять львы выходят вперед. Тадос Кумиляуска с передач Виноградова и Дубинина делает счет 2-1. Вроде все идет как надо. Но это только кажется. Менее минуты потребовалось нападающему горняков Красавину, чтобы сравнять счет. Затем в игре хозяев наступает необъяснимый спад, переходящий в панику. Наши ошибаются, а гости забивают. Жилин, Красавин и горняки ведут с преимуществом в две шайбы. Арестан усилился несколькими очень хорошими игроками. А в принципе стиль у них игры не поменялся. Они также продолжают агрессивно играть, мимо не прокатываются, постоянно оказывают прессинг, давление на защитников. Очень сложно играть профи Арестана, потому что они постоянно навязывают силовой хоккей. В третьем периоде все тот же Красавин делает счет 5-2 в пользу горняка. И, как говорится, без вариантов. Вторая встреча началась как под копирку. Канадский защитник Львов Джо Рульер открывает счет. Чуть более минуту спустя гости сравнивают. С ничейным результатом завершается первый период. Как вы прокомментируете ход сегодняшнего первого периода? Ну, началось так осторожно, а потом больше бросков получал, и гол забросили с давления. Надо отметить, что в этом матче коуч-хозяев Вячеслав Билан рискнул и выпустил в основе двух игроков 95-го года рождения. И не прогадал. Владислав Хохулев после броска Брахманиса добил шайбу в ворота горняков 2-1. После этого сценарий первого матча завершился. Александр Архипов, оказавшись один на один с голкипером гостей, продемонстрировал мастер-класс владения клюшкой. 3-1. В заключительной 20-минутке опять отличается Архипов. Он оформляет дубль. Горняк Станковский отыгрывает одну шайбу. Но это уже ничего не меняет. Андрей Ершов ставит победную точку в этом матче. 5-2 и благодарные зрители приветствуют победителей. 12-13 сентября на своем льду Архипов принимает еще одного неудобного соперника. Команду Астана. Начало матча в 18-30. Сергей Ядрин, телекомпания «Сфера». 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 Продолжение следует...